Фонд «Русский мир» и видеоканал «Первая столица» представляют викторину для интеллектуалов. Для участия в ней вам необходимо внимательно посмотреть сюжет и ответить на вопрос по его материалам. Ответ отправить на нашу электронную почту викторина-собачка-mail.ua. Текст письма должен содержать краткую информацию о вас и небольшое фото. Приславшего первый правильный ответ ждет приз от видеоканала «Первая столица». Желаем удачи и приятного просмотра! Особым событием в истории и культуре каждого народа является начало письменности. И, как правило, имена ее создателей ворохи веков и столетий навсегда утрачиваются. Нам, славянам, в этом смысле повезло. Мы не только знаем имена отцов-основателей славянской азбуки, но и имеем в нашем календаре несколько праздничных дат, посвященных этому событию. Празднование 11 мая по церковному и 24 мая по светскому календарю Дня святых просветителей Кирилла и Мефодия в славянском мире начато еще с XII века. Отдельно Православная Церковь отмечает дни кончины святого Кирилла и Мефодия. Так празднуют не только мы, но и большинство других славянских народов. Вообще, это день, который отмечается как день равнопостного Кирилла и Мефодия. Это их уже имена не светские. Это тогда, когда они приняли монашество, они взяли такие имени. Скажем, Кирилл и Мефодий, это Константин и Михаил. Интересный факт. Установить ежегодные торжества в честь равноапостольных просветителей Кирилла и Мефодия 11 мая российский Святейший Синод постановил еще в 1863 году. Тысячелетие со дня представления святого равноапостольного Кирилла в 1869 году праздновала вся империя. А в 1986, когда отмечалось 1100-летие со дня представления святых, уже в Советском Союзе, день 24 мая был объявлен праздником славянской культуры и письменности. В нынешнем году, 24 мая, весь славянский мир праздновал 1150-летие славянской культуры и письменности. Это особая дата, ведь речь идет о становлении культур великих народов. У славянской письменности удивительное происхождение, но связано оно не только с деятельностью святых братьев Кирилла и Мефодия. Современные исторические исследования доказали, что славянское письмо возникло на самом деле еще до разделения общеславянского языка на ветви, не позже середины первого тысячелетия нашей эры. Правда, было оно примитивным, включало небольшой набор простейших знаков, а использование первоначального славянского письма было весьма ограниченным. В своем очерке об истории славянской письменности сказание о письменах древнеболгарский писатель Черноризец Храбр указал на существование двух видов письма — черт и рез, которыми славяне читали, считали и гадали. Активные попытки сформировать полноценную письменную систему были предприняты с принятием славянами христианства. Как свидетельствует Черноризец Храбр, приняв христианство и приобщившись к культуре империи ромеев, славяне пытались записывать свою речь римскими и греческими письменами, но без специальной адаптации их славянской речи. В середине IX века была создана система письма, отразившая все фонетические особенности славянского произношения. Создателями славянского письма стали братья Кирилл и Мефодий. Разговор с Богом до Кирилла и Мефодия привелся на языках, которые уже были священными. Это язык на латыни, на греческий, на еврейском языке. А вот после их деятельности Кирилл и Мефодия к этим языкам добавлялся и славянские языки. Их деятельность по созданию славянской письменности и богослужения не только определила духовную общность народа в Руси, но и заложила основу уникальной культурной традиции, объединившая все православное славянство. Кем же были эти великие просветители? Большинство исследователей склоняются к тому, что они были греками. Но они владели славянским языком как своим родным. Поэтому существуют и другие версии. Например, в Болгарии и Македонии распространено мнение, что они являлись или болгарами, или македонцами. Есть и палеотивное решение о том, что они из смешанной семьи происходят, где и были греки, и славяне. Анализ их текстов свидетельствует о том, что они в совершенстве знали тогда еще общий славянский, древнеславянский язык. Он еще не разделился на отдельные славянские языки, что произошло несколько позднее. Родиной братьев Константина и Мефодия была Македонская область Византии, а именно главный город области – Фессалоники. Отец будущих просветителей принадлежал к высшему слою византийского общества, а посему к наукам будущие мудрецы приобщались с малых лет. Константин очень рано научился читать и удивлял всех своей способностью к освоению других языков. Он получил всестороннее образование при императорском дворе в Константинополе под руководством лучших византий наставников. Ранг, который Кирилл занимал в Константинополе, – это ранг академика. Они получили блестящее воспитание и образование. Они горели этим желанием. Это не просто знания ради знания образования. Они стремились к тому, чтобы передать эти знания образования другим. В 863 году в жизни братьев произошло событие, определившее ход истории всего славянского народа. Моравский князь Ростислав попросил византийского императора Михаила Третьего направить к нему проповедников, владеющих славянским языком. «Земля наша крещена, но нет у нас учителя, который бы настаивал и научил нас, и объяснил святые книги. И пошлите нам учителей, которые бы могли рассказать о книжных словах и о смысле их. Учить без азбуки и без книг – это все равно, что писать беседу по воде», ответил Константин императору Михаилу на предложение отправиться с просветительской миссией к моравским христианам. Так началась священная просветительская миссия Кирилла и Мефодия по созданию славянской азбуки. Жизнь их была полна странствий, полна всевозможных приключений. Не очень простая, сложная жизнь. Жизнь, которая их приводила и в Болгарию, и в Моравию, надо их называть Моравию, потому что и Кирилл и Мефодия проповедовали на этих моравских зельях, и в Пагонию, и на территории нынешней Украины, в Корсу, Херсонес, Таврический. В общем-то, и дальше их дорога вела к Риму, где их вызвали в Папу Римский для того, чтобы они объяснили свидетельность и так далее. То есть жизнь была полна, так сказать, трудов во славу Церкви, во славу Христа, и они мечтали, и эта мечта их в конечном итоге существовалась, присоединить к числу просвещенных христианских народов и славянские народы. Прежде всего, Кирилл перевел тексты из Евангелия от Иоанна. Первыми словами, начертанными славянскими буквами, были начальные слова пасхального и евангельского чтения. В начале было слово. Но слово было не только в основе мироздания. Слово, язык — это основа формирования культур и народов, их традиций и ментальности. Через перевод Евангелия, сделанного Кириллом и Мефодием, в язык и обиход славян вошли такие философские понятия, как свет, тьма, просвещение, истина, благодать, жизнь, вера и многое другое. Мыслителями была проделана колоссальная работа по созданию нового инструментария славянской письменности. Книги, которые переводили с греческого на славянский язык Кирилл и Мефоди, содержали образцы многих литературных жанров. Безусловно, создать полноценный инструментарий письменности, который бы вмещал природную красоту славянского языка и сохранял литературные достоинства греческих оригиналов — это задача для нескольких поколений. Кирилл и Мефоди справились с ней в кратчайший срок. Однако не только это является главным достижением солунских мудрецов. Важно то, что их деятельность стала решающим фактором формирования единого культурного пространства славянских народов, славянского мира, христианского духа, братской силы. Иоанн Шанхайский — это прямое, я считаю, чудо 20-го столетия, это святитель, по которому можно специально рассказывать. Он в своих проповедях часто вспоминал и Кирилла, и Мефодия, и говорил о том, что благодаря его деятельности этих двух солунских братьев, в общем-то, там, где были полудикие плавянские времена, там в наше время располагаются великие, процветающие государства. И теперь, спустя более чем тысячи лет, мы можем только отдать, сказать слово благодарности этим подвижникам, двух братьям. Внимание, вопрос! Как звали древнеболгарского историка, описавшего особенности старославянского письма?